Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить про реализацию external аутентификации на базе ВКонтакте. ВКонтакте достаточно распространенная сеть в нашей стране, поэтому в общем-то я думаю, что нужно показать. А еще по той простой причине, что не все там так просто. Хотя, конечно, нужно просто знать, тогда это будет просто. И давайте теперь приступим. Я снова сейчас создам абсолютно чистый проект. Так, я его назвал Authorization. Будет он называться ВКонтакте. Я его создам снова абсолютно чистым на базе Empty шаблона. Я скопирую из Facebook. Мы уже делали. Facebook демо По такому же принципу. Я думаю, что если вы захотите это повторить, вам ничего не составит никакого труда это сделать. Ну а мне, чтобы меньше копировать, я просто на самом деле скопирую самые важные штуки. И в частности, вот они какие. Я копирую. View. Startup. Ну и допустим, сейчас посмотрим. Программ нужен нам. Да, нужен программ. И соответственно, программ... Давайте сначала с папок начнем. Я скопирую так вот. Ctrl-C, Ctrl-V. Отлично. Теперь я открою Startup в этом проекте в Facebook. Открою в этом и заменю его. Установив нужные namespaces. И еще есть такая штука, как в проекте нужные референции на гид-библиотеке. Я их тоже отсюда скопирую и вставлю одним буквально махом. Дальше мне потребуется программ. Я заберу вот эту часть и ставлю ее вот в эту часть. Да, хочу. Да, хочу. Ну и еще для правильности эксперимента я вот хочу поменять здесь. Так, не здесь. А вот здесь в новом проекте. У меня namespace не совпадает, но есть такая штука называется Resharper и она сейчас мне быстренько поправит все нужные мне настройки. Отлично. Все готов. Да, хочу сохранить. Все готово. И можно, собственно говоря, начинать. Я не буду удалять авторизацию на Facebook через Facebook. Ну, не знаю. Мне просто неохота это делать. Я просто добавлю новую. Ну и, в общем-то, как раз вы узнаете, как это делается, чтобы добавлять. Допустим, у меня... Да, так, нужно ошибки еще брать. У нас есть аутентификация от Facebook и было бы в идеале, конечно, написать здесь что-то типа Ad ВКонтакте, но, как вы понимаете, здесь такого нету и поэтому отсюда начинаются проблемы. Ну, на самом деле, надо сказать, что для того, чтобы вообще изначально начать использовать... В Коломбуре сегодня весь день. Ну, как, собственно говоря, в том анекдоте, когда... Ну, ладно, потом анекдот. В конце расскажу анекдот. Смотрите, для того, чтобы авторизоваться через ВКонтакте, да, нужно там так же, как и для Facebook, создать приложение, получить этот специальный ключ, получить специальный идентификатор приложения и здесь его заиспользовать. Ну, я уже зарегистрировался, я не буду тратить на это время. Я сейчас прямо покажу по процессу, да, то есть, как это все делается. Ну, для начала я не буду использовать какой-то экстеншн, да, который там кто-то сделал. Я буду использовать, так сказать, чистый, да, процесс. То есть, вообще, как бы подход, когда, ну, вот этот вот opet.aos, оно везде добавляется по умолчанию во всех экстеншнах, а здесь будем в чистую использовать. Ну, и первым, что нам нужно, судя по тому, что описано в сигнатуре, нам нужно здесь написать ВК, здесь нужно написать name, ну, пусть будет ВКонтакте, и дальше нам нужно какой-то конфиг сделать. Давайте это как раз штуку, да что такое, не получается. Ну, вот опять не получается. ВКонтакте, пойдет. Ну, и первым делом, что нам нужно сделать? нужно, как обычно, да, установить вот этот вот client-id, он чему-то там равен у нас, config, это secret-id, ну, вернее, secret-key какой-то там, я не знаю, ну, и я их уже запихнул в конфигурацию, я сделаю это, естественно, вот таким вот способом, и здесь напишу в, давайте просто ВК, ВК, вот так вот, и здесь апсекрет, поменяем на апсекрет, но, и раз у нас уже есть штука, где-то, по-моему, здесь, нет, нету, ну, а, да, я же не копировал, ну, в общем-то, давайте скопируем, для этого нужно открыть вот эту, нет, вот эту штуку, и сказать, что нам нужно вот это, я приложение все равно потом удалю, поэтому мне не жалко, можете смотреть, я сделаю вот так, и здесь добавлю, ну, фейсбук пусть останется фейсбуком, хотя я уже удалил это приложение со страницы регистрации на фейсбук, я просто покажу, что здесь будет у меня ВК, и какой-то там аппсекрет и аппкей, я сейчас подставлю сюда валидные значения вместо этого, ну, хотя, давайте сразу это и сделаем, надо сказать, что, это я чуть-чуть позже скажу, вот у меня мой ID приложение, я его втыкаю вот сюда, вот у меня этот ключ, я его втыкаю сюда, и, соответственно, раз у меня это все есть, нужно продвигаться дальше, тут еще какое-то копирование, так, ну, надо что сказать, надо сказать вот что, смотрите, ну, ВК, ВК здесь единственное, что нужно указать, базовый домен, адрес сайта, у меня это, естественно, демонстрационная штука, это понятное дело, что там можно связать как-то, я никак не связываю, ну, и, в общем, ключевой момент в том, что, на самом деле, провайдеров, как вы понимаете, много, и вот этот Google, Facebook, Microsoft и Twitter, они сделаны в виде экстеншенов, как вы видели в предыдущих видео про Facebook, в предыдущем, там все это делается достаточно просто, нужно просто установить этот, собственно говоря, экстеншен, подставить ID и логин, и, в общем, все взлетело и полетело. Для закладки Адр, провайдер, вот они, видите, на экране, есть и другие, там не все так просто, как в этих экстеншенах, и вот есть инструкции специальные, да, как это все делается. Ну, и, в общем-то, если учесть, что принцип у них одинаковый, да, то, на самом деле, то, что я сделал для Facebook, вот, по идентичности можно провести аналогию, единственное, что вот сам провайдер добавляется, немножко по-другому, и, собственно говоря, вот этот вот, сейчас я контент, пытаюсь вам до вас донести. Дальше, что нам, собственно говоря, необходимо сделать, это настроить некоторое количество параметров, и, первое из них, Ишер. Клаймс Ишер, это тот, кто запрашивает, на самом деле, информацию у ВКонтакте, то есть у провайдера ВКонтакте, и здесь у нас будет он называться, ну, наш провайдер, как хотим, так и назовем теоретически, ВКонтакте. Дальше, следующее, что нужно сделать, надо указать, callback, обязательно, пас. Ну, теоретически, можно, конечно, создать какой-нибудь класс, и в него запихнуть все константы, я вот не знаю, делаю я это в прошлый раз, или нет, ну, давайте я не буду на это тратить время, я буду прямо сюда вписывать, что и куда. Ну, во-первых, можно использовать new pass string, и здесь указать, допустим, slash, ну, допустим, так, лишнее, давайте уберем, ну, допустим, что-нибудь типа sign in, ой, ну, правильно, конечно, sign in, допустим, в контакте, ну, пусть будет так, ну, причем мы получаем конкретно токен, пусть будет токен. Дальше, следующее, что мне нужно сделать, так это установить config authorization point, то есть, на самом деле, есть authorization point, я пока вот так поставлю, упс, есть еще токен, ну, ну, ключевый момент в том, что получение токена и авторизации немножко разные вещи, токен просто, выгренируется токен, а в authorization, это проходит целый workflow, целый процесс по авторизации, и насколько я помню, вконтакте, это http.s, дальше два слэша, oaus.vk.com.net, все-таки com.autorize, и я сейчас опять воспользуюсь копипастом, здесь будет, насколько я помню, access, access, подчеркивание токен, вот, ну, и, собственно говоря, следующее, что у нас, это то, что, на самом деле, токены, так называемые, клаймы, они не соответствуют, как бы, стандартам, которые находятся, ну, у нас в системе, да, и я вот не знаю, я показывал или нет, но давайте вот так вот покажу, можно сконфигурировать скоп, скоп, это по большому счету, переводи, конечно, английскому, область, можно еще несколько переводов найти, но я считаю, что скоп, это область, то есть, то, на куда, и что распространяется, этот токен, который мы будем получать, единственное, что можно, скопы бывают разные, есть, например, API-сервис, допустим, API-1-скоп, а есть Identity Profile, это вот OpenID Profile, OpenID и Profile, это в концепции OS 2.0, это другой тип скопа, то есть, такой, типа идентификатора, да, чтобы идентифицировать пользователя, и в него включается некоторое количество других параметров, ну, например, можно добавить email, например, он тоже входит в скоп, также в скоп для идентификации пользователя входит OpenID, Profile, email, по-моему, телефон, и еще что-то, но это все можно прочитать на сайте, OpenID, в спецификации, ну, пока на этом остановимся, то есть, скоп можно добавлять, данные по скопу можно добавлять прямо в конфигурации пользователя, вот этого, ну, я, конечно же, не туда втыкаю, а вы и молчите, давайте я поправлю это все, и сделаю таким вот образом, ну, и, собственно говоря, я раз у нас есть клаймы, но есть клаймы, которые приходят нам с ВКонтакте, то есть провайдера, и наши собственные клаймы, и при помощи вот такого вот нехитрого Climbs, нет, Climbs Actions, можно, собственно говоря, управлять этими клаймами, можно сделать MapAll или MapJsonK, да, то есть можно один клайм замапить, ну, допустим, клайм на провайдере, замапить на ваш, на локальный клайм, ну, и, например, Climbs Type Name Identificator, мы можем замапить на, ну, ВКонтакте UserID, то есть, Name UserID у нас будет замаплен со стандарта, например, также можно сюда включить E-Mail, да, ну, здесь, соответственно, будет уже E-Mail, дальше, есть такая штука, как cookies, да, и для того, чтобы каждый раз, давайте я покажу, Save Tokens, я напишу True, и, если посмотреть спецификацию, то, то, Access Refresh Tokens будет сохранен в настройках пользователя, соответственно, как бы уменьшает размер финальных куков, да, ну, в общем, для того, чтобы в cookies сохранялись наши клеймы, я делал Save Tokens, ну, то есть, он будет сохраняться в cookies, ну, и, наверное, еще нужно показать, что такое events, да, есть такая штука, events в концепции, в концепции, вот, именно AOS, я, давайте, вот эти лишние скобки уберу, оставлю вот эти, ну, и здесь тоже есть дополнительные штуки, то есть, ивенты, как я показывал, в Barrier авторизации, здесь примерно то же самое, Access Deny, да, то есть, обработчики вы можете написать, ну, я вот, например, onFalura, да, я какой-нибудь, onFalura, ну, что, что вот написать, да, давайте просто так вот создадим его, create method, и вот здесь вот, на самом деле тоже все очень просто, сделаем return task complete, то есть, мы его сохранили, в смысле, отпустили поток, и здесь можно сделать консоль, в write, arg, ну, или там, toString, или что бы есть, в общем, здесь вы можете поставить бряку, и на тот случай, если вдруг, не сработает авторизация, я эту бряку тоже поставлю, чтобы мы, на всякий пожарный, узнали о том, что у нас, что, не срослось, ну, и раз у нас еще ивенты есть, можно еще показать такую штуку, допустим, onCreate ticket, то есть, в процессе создания тикета, на сайте, можно их, собственно говоря, обработать, и, ну, я в данном случае, не буду создавать новый метод, я покажу, как его создать, внутри, вот этого, чтобы не создавать, не плодить методы, можно сделать это вот таким вот способом, у нас есть контекст, это как раз тот самый контекст метода, и здесь можно сказать, runClaimActions, это метод, который получает определенное количество параметров, в частности, получает, JSON элемент, и здесь, как начало, да, то есть, как root элемента, в тикете, который будет определяться, можно сказать, что тот response, который пришел с сервера, response, response, и вот этот root элемент будет нашим элементом, так сказать, а, ну, здесь, наверное, вот так лучше поставить, ой, здесь запятая, я вот здесь вот зря поставил, и здесь мне нужно сделать ретурн, опять же, потому что, посмотрите внимание, что они все возвращают таски, и я здесь тоже должен вернуть таск, комплит, ну, в общем-то, вот это вот теоретически все, для того, чтобы все запустилось, стартануло, давайте проверять, итак, запускаем проект, так, у нас есть, секрет зон, обратите внимание, что теперь появилось, две кнопки, фейсбук, из прошлого видео, вконтакте, которые сейчас, я нажимаю на вконтакте, у меня происходит, редирект, я ввожу логин, пароль, я должен ввести сюда имя пользователя, давайте его заведем, юзернейм, у нас что-то не проходит, давайте поставим, бряк, сейчас еще раз запустим, надо было сразу, конечно, с брякой запускать, админ контроллер, это нам не нужно, админ контроллер, это external callback, так, это мы уже на странице, регистр, external confirmed, вот, а теперь, я завожу юзер, и у нас происходит, что, пользователь получен, получен, да, кстати, вот, хочу показать, у нас есть токен, у нас есть тот же самый Climps Principle, но здесь уже пришли немножечко другие Climps, в частности, их, вот, name-идентификатор, email-адрес, это то, что мы уже подменили на те, что пришли раньше, ну, с, 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 ВКонтакте, провайдер кей, понятно, непонятно, вот, а вот, application property, что у нас здесь есть, у нас здесь, когда это истекает, на сколько-то, у нас есть дополнительные item-ы, дополнительные Climps, да, которые пришли непосредственно при авторизации с ВКонтакте, с провайдером, ну, и, давайте посмотрим, почему она не дает мне его сохранить, username-user, она мне говорит, username-duplicate, а, ну, такого пользователя нельзя, не существует, то есть, она говорит, что я не авторизовался, а зарегистрировался, ну, видимо, да, что-то, что-то не так настроено, но, я просто хочу показать суть, ну, а дальше, в нюансах, user-2, уже нужно разбираться дополнительно, если заинтересует видео, то будем разбираться, сейчас, пока я не хочу тратить на это время, ну, и, как вы видите, я авторизовался, под user-2, давайте нажмем логов, снова зон, вконтакте, я авторизован, имею все права, как вы видите, ну, и, в общем-то, наверное, на этом все, получилось кратенькое видео, пишите вопросы, пишите комментарии, всего доброго, и до новых встреч, ну, раз обещал анекдот в конце, будет анекдот в конце, значит, так, от одного мужика постоянно пахло, извините, говном, ну, просто так сильно, что просто невозможно, и что он только не делал, и что жена ему только не делала, странно, что она, конечно, с ним жила, ну, и вот она прознала, что шампунь, хвойный, очень сильно убивает запахи, купила ему, приходит домой, нагрит, муж помойся, тот побежал в душ, быстрее, намылся, намылился, вытерся, прибегает к ней, ну, ну, давай, понюхай, ну, как, что, она-то понюхала, фу, блин, как будто бы под елкой насрали,